В Сочи прошел 12 форум Межрегионального сотрудничества двух государств Материал подготовлен телеканалом «Казахстан-Петропавл» За несколько дней до начала ежегодной встречи Туда съехались представители из разных областей нашей страны и Российской Федерации Привезли свою продукцию Североказахстанцы презентовали 12 предприятий Вот эти экспонаты были доставлены заранее в специальных рефрижераторах Привезли конину, это жал, это жая, это чужуки Конинка вся свежая, все делается из натурального местного мяса Вот у нас все очень вкусно, натуральное копчение Вот будем показывать, будем предлагать Надеемся, что на нас обратят внимание И россияне, может быть, даже заключим договора Выставочный павильон России был представлен в разрезе направлений сельского хозяйства Молочная продукция, рыбная, мясная, плодовочная, макароны и крупы Масложировая, алкогольная и кондитерские изделия Казахстан же на 250 квадратных метрах презентовал, чем богат каждый регион в отдельности Аграрии, представляя свою продукцию, в первую очередь подчеркивали высокое качество И наличие только натуральных ингредиентов Мы производим продукцию без всяких консервантов, без всяких длинных сроков хранения У нас свое натуральное молоко, срок хранения максимум 5 дней Кисломолочки 7 дней По стерилизации на новом заводе всего 84 градуса Это говорит о том, что все полезные вещества и витамины, все, что есть в молоке, остается Павильон Североказахстанской области привлек внимание коллег из разных регионов России Так представители Ростовской области заинтересовала мясная и макаронная продукция В ближайшее время они намерены наладить тесное сотрудничество с нашими предприятиями В Североказахстанской области, как и Ростовской, мы занимаемся растеневодством В своем большинстве и больше всего производим пшениц Но у вас и твердое и сильное есть И мы вот пообщались, нас заинтересовала, возможно, поставка мяса Именно натуральное, то, что есть и нам для колбасного производства Но и мы вот еще переговорили Вы имеете сильные мощности по производству макаронных изделий А у нас есть твердые пшеницы, которые точно так же идут для макаронных изделий И мы переговорили с султаном, с фирмой Возможно, чтобы у нас построить филиал завода по производству макаронных изделий Североказахстанцы помимо традиционных молочных, мясных и мучных продуктов Демонстрировали кондитерские изделия Почти 30 наименований сладостей на дегустацию соседям представила фирма Визави Компани Девиз нашей компании – много сладких идей для любимых людей Наша продукция изготовлена исключительно с любовью Потому что все, что мы производим на сегодняшний день – это на самом деле предмет нашей гордости Используем только натуральные ингредиенты То есть сырье тщательный отбор проходит У нас есть несколько этапов контроля Поэтому все, что входит в наш продукт и создает его – это и есть высокое качество Наши земляки удивляли гостей форума не только высоким качеством продукции Но и ее уникальностью Представитель областной ассоциации пчеловодов Олег Гаврилов Привез на выставку различные виды меда, а также продукты, приготовленные из него Наша компания производит более 20 наименований медовой продукции Мы также начали делать пятные меда, которые у нас нет конкуренции Это запатентованная медовуха Самые настоящие рецепты у нас взяты с Древней Руси Очень пользуются хорошим спросом среди населения Он очень полезный, хороший напиток Продукция наша россиян заинтересовала Мы уже несколько взяли контактов, которые хотят у нас приобретать Свою продукцию представили около 80 российских сельхозпредприятий И почти 60 казахстанских Также во время специализированной экспозиции подписали несколько соглашений О сотрудничестве между отечественными и российскими регионами и компаниями Но главным событием форума стало пленарное заседание с участием глав двух государств Как отметил в своем приветственном слове президент России Владимир Путин Такие ежегодные традиционные встречи играют существенную роль В развитии многопланового стратегического партнерства между двумя странами Из года в год российско-казахстанские экономические связи крепнут, расширяются И, что очень важно, диверсифицируются Начиная с 2003 года, когда состоялся первый межрегиональный форум По инициативе президента Казахстана, кстати говоря Взаимная торговля выросла в 6 раз До 21 миллиарда долларов по итогам прошлого года Владимир Путин подчеркнул, Россия уделяет приоритетное внимание импортозамещению А также, по мнению российского президента, сообщая, легче повышать конкурентоспособность на международном рынке Снижая зависимость от западных поставщиков В свою очередь, Нурсултан Назарбаев назвал продовольствие одной из самых стабильных валют Продовольствие всегда есть Обе наши страны аграрно-промышленные И у нас есть большие возможности Реальная ценность человеческого настоящего будущего – это аграрный комплекс По данным ООН, количество людей на земле к 50-му году превысит 9 миллиардов человек И одной из строящих вопросов на повестке Дня мира Глобального развития – как прокормить эти миллиарды Казахстан и Россия в этом смысле Обладают бесценным богатством, огромными сельскохозяйственными угодьями И фундаментальной аграрной науки, большим опытом Нурсултан Назарбаев отметил значимость сотрудничества в сфере взаимных инвестиций Создание трансграничных совместных предприятий и производственных цепочек Обеспечение качественной транспортно-логистической инфраструктуры После выступлений руководители Министерств сельского хозяйства Александра Ткачева и Аслужана Мамыдбекова О приграничном сотрудничестве говорили руководители регионов По информации Акима нашей области Ерика Султанова Северно-Казахстан из года в год наращивает экспорт пшеницы в Россию За последние три года этот показатель увеличился в два с половиной раза В нашу область ежегодно экспортируют в страны дальнего и ближнего зарубежья В среднем полтора миллиона тонн зерна, 150 тысяч тонн муки, более 200 тысяч тонн семян, масличных культур Северно-Казахстанские хлеборобы в нынешнем году выросли хороший урожай И сейчас в полном разгаре идет уборочная кампания По предварительным расчетам планируют собрать более 5 миллионов тонн зерновых В нынешней уборочной кампании мы впервые применяем новую технику собственного производства В июле текущего года Петрополасовым заводом «Казахмаш» налажен выпуск зерноуборочных комбайнов «Казахмаш» намерен совершенствовать свою продукцию и перспективой реализовывать ее не только у нас, но и в России На наш взгляд, определенным экспортным потенциалом обладает также компания «Вагра» Производящая штанговые опрыскиватели по передовым технологиям За последние два года произведено более 400 единиц техники, часть из которых экспортирована в Российскую Федерацию Ерик Султанов отметил, большой экспортный потенциал есть у животноводства И важным направлением в агропромышленном комплексе области является переработка сельхозпродукции Он акцентировал внимание на том, что с начала года с регионами России Североказахстанская область подписала 25 совместных документов В целях развития транзитного потенциала рассмотрен вопрос восстановления поврежденного участка железной дороги Кокшетау-Барнаул от станции Козелту в Казахстане до станции Русская Поляна в России Протяженностью 100 километров Это позволит соединить западно-сибирскую железную дорогу с магистралью центрального Казахстана Кроме того, активно ведется взаимодействие с Юминской областью После консультации с руководством области и представителями акционерного общества «Газпром» По обеспечению Североказахстанской области газом совместно принято решение внести вопрос на рассмотрение Казахстанской российской межправительственной комиссии Большие перспективы сотрудничеств заложены в организации транспортно-логистических центров Североказахстанской области С минимальными инвестиционными затратами В том числе по доставке фруктов и овощей из Южного Казахстана приграничные регионы Российской Федерации Также после реконструкции международного аэропорта Петропавловска Планируется расширить географию полетов пассажирских и грузовых самолетов В том числе в крупные города России В завершении встречи президент Казахстана подчеркнул необходимость взаимовыгодного сотрудничества В рамках Евразийского экономического союза И обеспечения совместной защиты экономических интересов стран-участниц ЕАЭС В Казахстане начались торжества, посвященные 550-летию со дня основания казахской государственности Первый этап празднования прошел в Астане В эти дни со всех уголков страны туда съехались около 1200 делегатов Открыло череду праздничных мероприятий большое торжественное собрание во Дворце Независимости Рядом с президентом Нурсултаном Назарбаевым в президиуме почетные гости из приграничных тюркоязычных стран Главы Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и Асербайджана Ильхам Алиев А также председатель парламента Турции СМЕД Илумас Выступая с приветственным словом, лидер нации подчеркнул 550-й юбилей с момента основания казахской государственности имеет для народа важное значение Наша земля со многими тысячелетиями истории меняется на глазах Небеса над нами свидетели перемен происходящих в каждом ауле и городе современного Казахстана Степное солнце освещает наши благие дела Небо и солнце цвета нашего флага В 21 веке вновь преображается и расцветает необъятное пространство степной Евразии Мы зажгли новый маяк нашей истории Поэтому сегодня и навсегда наш Казахстан – это Ол-О-Дала-Ель Это страна великой преображенной степи, колыбель и дом всего многоэтнического нации нашей Родины Казахское ханство было основано 5,5 веков назад на территории горы Хозабасы Прошли долгие непростые годы и сейчас наша республика – процветающее государство Которое стоит наравне с 50 другими преуспевающими странами мира Теперь у нас перенимают опыт реализации президентских реформ На нас стараются равняться И здесь отдать должное казахстанцы должны своим предкам Которые отстояли и уберегли от вражеских захватчиков великие просторы и степи Казахстана Оставив нам в наследие несметные природные богатства Мы построили большую железнодорожную магистраль протяженностью 2500 километров У нас появились выходы сразу к трем морям Все это сказывается на развитии торговых отношений Казахстана с другими странами Стальная дорога через Китай выходит к Тихому океану Через дорогу братьев Туркменов, через Персидский залив мы выходим в Индийский океан Через Россию и Западную Европу мы смогли выйти в Атлантический океан Сейчас мы готовы запустить новую евразийскую автомагистраль Западная Европа, Западный Китай Это нам выгодно Теперь каждая тонна грузов, которые перевозятся через три океана Вдвойне приумножает наше богатство Это своеобразный шелковый путь 21 века Год от года развивается экономика страны Растет промышленность, улучшается благосостояние народа Казахстанцы с гордостью говорят о том, что живут в стране, у которой большие перспективы И главное, есть уверенность в завтрашнем дне Но, как говорится, без прошлого нет будущего Казахское ханство положило начало государственности Казахстана в целом Ну, особенно сейчас это важно Вот в годы независимости Когда наша республика вступила в новый этап своего развития И я думаю, что те мероприятия, которые проводятся В том числе и сегодняшние торжественные собрания Еще раз объединит всех нас под знаком единения и дружбы Наша история – это борьба за целостность, за целостность нашей страны За независимость казахского народа И, конечно, все они стремились, герои прошлого стремились к тому, чтобы Казахстан стал мирным и процветающим И это сегодня у нас и в нашей стране есть Хотелось бы сказать, что это событие, конечно, даст мощный импульс нашему молодому поколению Да и всему казахскому народу для еще более глубокого изучения истории нашей страны Мы уйгуру Казахстана не только сотни лет, тысячи лет вместе в одном мегаполисе проживаем с казахами Тяготи из нашей жизни вместе переживаем Слава Аллаху, никогда от этой казахи, между казахами и издать, что уйгурами не было кровопролития В зале много зарубежных гостей Убилей основания казахской государственности – важная дата для историков и ученых не только нашей страны 12 лет назад я издал большую работу «Исторический атлас Центральной Азии», в котором посмотрел, попытался проанализировать роль Великого Шелкового пути и ученых, географов и путешественников, которые прошли по Великому Шелковому пути, в том числе по территории Казахстана Президент научно-исследовательского центра в Окспопуле Эрмано Визентайнер собирается презентовать книгу «550 лет казахскому ханству», прежде чем написать ее, итальянский ученый досконально изучил историческую летопись Я свою книгу закончил писать недавно, мое издание состоит из трех частей Первая посвящена духовности казахского ханства Здесь я за основу взял период времени от жизни Аль-Фараби до правления президента Казахстана султана Назарбаева Потому что Аль-Фараби говорил, что народу нужна духовность, а Назарбаев воплотил эту идею в жизнь через концепцию менглегель Вторая часть книги подробно рассказывает о политике ханов Кирея и Жанибека Пять сотен лет назад, когда Кирея и Жанибек основали казахское ханство, за ними пошли около 200 тысяч человек Сегодня в нашей области проживают уже более 17 миллионов, подчеркнул на собрании Нурсултан Назарбаев Это еще раз доказывает, что сплоченность и единство – главные ценности казахстанского народа Торжества, посвященные 550-летию казахского ханства, длились три дня На все выходные столичная площадь у монумента Казах-Еле превратилась в Этнаул Юрты поставили все регионы республики Каждая из 50 была в праздничном убранстве В юртах Жамбылского, Таиншинского и района имени Габита Мусрепова Представлены экспонаты областного историко-краеведческого музея Здесь же свои работы выставили более 20 североказахстанских мастеров прикладного искусства Вниманию гостей изделие из дерева, войлока и стекла С гордостью рассказывают северяне о поселении Ботай Самые ценные находки – вот эти времен неолита Здесь вы видите в реконструкции жилище ботайское Которое находит сегодня аналогии в этнографических материалах В частности, есть такая постройка у казахов шашала Так вот, шашала – это потомок древнего батайского жилища, которому 6 тысяч лет О чем это говорит? Это говорит о том, что материальная культура не только казахов, но и тюркских этносов Евразии Удивляли на праздники и музыкальными талантами Программа была впечатляющей Очень интересное мероприятие Очень красиво Всех с праздником мира и процветания нашей стране Настроение отличное, очень понравился концерт Здесь же прошли спортивные турниры и состязания Участники праздника соревновались в перетягивании каната, тогас, кумалаки, поднятии гирь От нашей области за звание сильнейших боролись 6 спортсменов В Ухан Тартес наш спортсмен Ильяс занял второе место, уступив спортсмену из Амалатинской области В Ухан Тартес в упорной борьбе мы одержали третье место Импровизированный этноул посетил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев Глава государства побывал в юртах, знакомился с традициями каждого региона В завершении праздника, посвященного 550-летию казахского ханства Заместитель руководителя столичного управления культуры Канат Токизбай Передал главе нашей области Ерику Султанову благодарственное письмо Акимата Астаны Напомню, второй этап празднования юбилея казахской государственности Пройдет 9 октября в городе Тарази Жамбылской области В Петропавловске прошел областной фестиваль языков народа Казахстана Уже 17-й по счету В фойе СКГУ развернулась выставка декоративно-прикладного искусства Здесь можно подробно узнать о культуре и традициях народов, живущих в нашем регионе Открыли фестиваль самые маленькие участники праздника Красочным зрелищем стал хоровод дружбы вокруг Шанырака Яркие разноцветные ленты в руках малышей – символ мира и единения в нашей стране Гостей фестиваля приветствовал Акимобласть Ерик Султанов Глава региона отметил День языков, утвержденный указом главы государства Стал поистине большим и ярким праздником для всех казахстанцев Казахстан – уникальная страна В нашем обществе прищудили объединились и взаимоподпитывают друг друга Самые разные культурные элементы Особо отметил Ерик Султанов В долгосрочной стратегии «Казахстан-2050» Сегодня в государстве создаются все условия для изучения и развития языков всех этносов страны Фестиваль языков народа Казахстана, который широко отмечается в нашей республике, яркое тому подтверждение Ерик Султанов вручил почетные грамоты и благодарственные письма землякам, которые вносят вклад в пропаганду языковой политики Каждый гражданин республики Казахстан должен, я считаю, что обязан знать государственный язык В нашей школе для этого созданы хорошие условия У нас есть интерактивные доски, где мы применяем свои знания Мне очень приятно, что меня отметили сегодня на этом прекрасном празднике Большое спасибо всем Процветание нашему Казахстану, благополучие и мирного неба над головой Участие в празднике приняли члены экспедиции Казахского географического общества В рамках празднования 550-летия казахского ханства они посещают исторические места по всей стране В нашу область переехала группа из 16 человек Протяженность маршрута порядка 6 тысяч километров, полторы тысячи уже позади Побывали в северно-казахстанской области, в поселении Батай Со времен неолита, очень красивые такие места, эти вот раскопки И ну в общем, что сказать Надо знать свою историю, надо знать, надо показывать нашему новому поколению После Петропавловской члены экспедиции отправятся в Костана и Караганду О перспективах, которые дает изучение языков, говорит молодежь Именно на нее президент страны возлагает большие надежды Много друзей, которые владеют казахским языком и с которыми мы свободно общаемся Английский язык немаловажен для меня тоже Благодаря знанию английского языка я уже учиться в Польшу, где пробуду полгода И обучение будет проходить также на английском языке Я рада, что у меня интернациональная семья Мой папа казах, а мама кореянка Мне нравится вообще изучать языки Я в данный момент знаю корейский, русский и казахский язык Английский язык я сейчас изучаю В Северном Казахстане говорят более чем на 90 языках К кульминацией праздника стал большой праздничный концерт Новый турбоагрегат запустили на Петропавловской ТЭЦ-2 Ввод в эксплуатацию позволит ежегодно вырабатывать более 500 миллионов киловатт-часов электроэнергии Проект реализован при участии российских производителей Турбину изготовили на Уральском турбинном заводе А генераторная НПО ЛСИП Реконструкция турбоагрегата шла больше года Замена турбины обошлась предприятию в 5,6 миллиарда тенге Право ввести в эксплуатацию оборудование предоставили Акиму области Ерику Султанову Турбоагрегат номер один – это вторая по счету машина, полностью реконструированная на ТЭЦ-2 Замена оборудования позволит повысить надежность и экономичность работы станции Уменьшить износ генерирующего оборудования на 14% А еще увеличить электрическую мощность Турбоагрегат даст 223 миллиона киловатт в час дополнительной электроэнергии в область В целом станция сегодня имеет установленную мощность 455 мегаватт Станция свободно может обеспечить область электроэнергии и тепловой энергии также Уверен, что эта станция даст дополнительные возможности для развития нашей области Произвели замену в рамках инвестиционной программы До 2020 года предприятие планирует обновить более 70% оборудования в турбинном цеху и до 50% в котельном У нас по плану было заменить 4 котла до 2018 года Три уже мы заменили Один сейчас в стадии уже монтажа нового уже котла и двигателя И также турбины Три турбины у нас по плану заменить Две заменили Третья сейчас уже в стадии, как я уже сказал, монтажа Ну кроме этого у нас еще другие турбины На сегодняшний день заканчивается реконструкция седьмой машины Эти ремонтные работы не повлияют на старт отопительного сезона Зиму петропавловцы встретят в теплых квартирах В районах области к приходу холодов готовы почти на 100% Приобрели уголь, провели промывку и опрессовку котельных В Астраханской средней школе Акаинского района запустили новую котельную Новый автономный комплекс ангарного типа, компактный и эстетичный Хранилище для твердого топлива находится внутри В учебном заведении о таком даже не мечтали Старый котел прослужил больше 10 лет и нуждался в замене Теперь у них две пиролизных печи длительного горения Они не только экономичные, но и экологичные Обратите внимание, дым из трубы не идет И это верный шаг к зеленой экономике, считает зам Акима области Система по энергоэффективности, по понижению выбросов в атмосферу СО2 Это всегда на особом контроле у Ельбасы И поэтому этот проект двойне для нас интересен Для Акимата Североказахстанской области С чем мы вас поздравляем Это первый проект такой инновационный у нас в Североказахстанской области И поселок Астраханка принимает его Мы думаем, что опыт данного проекта будем дальше внедрять и в других сельских округах В республике такие печи больше никто не производит Это идея североказахстанцев, она запатентована Оценили и поддержали проект в Министерстве образования и науки Центр коммерциализации и технологий выдал грант предприятию «Сопронат» в декабре прошлого года Говорят, это актуально для нашей страны и очень своевременно В Казахстане более 6 тысяч котлов В одной севере Казахстанской области около 300 котлов И в Акаинском районе их насчитывается более 90 Многие из них, если быть точным, более 20% требуют замены в ближайшие 3-4 года Установки адаптированы к нашим северным морозам, рассказывает директор завода «Сопронат» Они позволяют экономить электроэнергию и топливо Если раньше Астраханской школе на одну зиму нужно было 500 тонн угля То теперь запасы можно сократить вдвое Меньше средств идет и на то, чтобы оборудовать такую котельню Стоит она около 8,5 миллионов тенге Кстати, у разработчиков немало новых зеленых идей Я перед собой ставлю целью, чтобы совершенно экологичная была котельня Чтобы мы из отходов, то бишь из золы, превращали это в строительный материал И тогда это будет всем очень удобно, комфортно Представьте себе, что сюда завезли уголь, отсюда получили тепло и строительный материал Вот так выглядят сами котлы Мощность 400 киловатт, нагрузка до 800 килограммов Если использовать хороший уголь, то он может гореть двое суток Тепло так долго вырабатывается потому, что горение происходит сверху, а не снизу, как в обычных печах Есть еще одно преимущество К очагарам теперь намного легче работать Только засыпали уголь и все, мы к нему даже не касаемся Автоматика сама решает Когда уголь только прогорит, уже золото выбрасываем Обслуживают комплекс всего два специалиста Благодаря микропроцессору воздух прогревается до нужной температуры А затем котел просто держит тепло Такие установки до конца месяца появятся еще в трех школах Акаинского района Экологичные чудо-котлы оборудуют в Ленинской и двух Смирновских школах Быстро и качественно в Северном Казахстане появится домостроительный комбинат Сейчас на заводе «Единство» идет выпуск пробной продукции Со временем сутки на предприятии смогут выпускать порядка 40 панелей для строительства домов Время возвращать долги С 4 сентября проткорпорация объявила о закупе зерна Закупают урожай только у аграриев, получивших весной в рамках форвардного закупа займ на полевые работы В общей сложности на эти цели в регионе направили свыше 4 миллиардов тенге В этом году тонна пшеницы третьего класса стоит 42 тысячи тенге А ячменя второго класса 25 тысяч с учетом НДС Нет болезням и вредителям В Северном Казахстане началось осеннее обследование полей Это необходимо для определения объема обработки в следующем году В нынешнем по совету специалистов обработали 95 тысяч гектаров посевов И это только от зерновой совки Второй этап зарыбления водоемов региона начался Уже будущей весной рыбаки смогут ловить на удочку карпов Всего в Сергеевское и Петропавловское водохранилища выпустят миллион сигалеток Романтика на колесах В Петропавловске появился автокинотеатр Большой экран установили под открытым небом Смотреть любимые фильмы и долгожданные премьеры можно не выходя из автомобиля Билет на сеанс в кино на парковке стоит тысячу тенге с авто ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА